в этом видео покажу как можно запустить наше приложение при этом не открывая идея да а запустить его из командной строки итак первое что нам надо сделать это перейти в ту папочку где хранится ваш проект у меня хранится на рабочем столе вот spring называется spring app spring application теперь смотрите важный момент обратите внимание чтобы у вас вот здесь в полном адресе где хранится наш проект не было папок с пробелами то есть допустим вот так вот чтобы не было spring там пробел и какое-то другое слово если у вас есть пробелы возможно но ваше приложение не запустится также является негативным наличие русских букв но у меня вот тут русские буквы есть и как бы работает ну если у вас вдруг не запустится проверьте чтобы у вас не было ни пробелов в именах папках не русских букв вот но опять же это зависит наверное еще и от версии windows окей теперь следующее что мы делаем это опять же в этой же командной строке смотрите вводим команду cmd cmd ну это команд да и таким образом у нас открывается командная строка и смотрите мы уже сразу находимся в папке где хранится наше приложение то есть нам не надо переходить вот это в эту папку да если мы вбиваем команду cmd в командной строке мы уже сразу находимся там где нам надо теперь следующий момент вы должны проверить что у вас java установлена корректно что для этого надо сделать для этого пишем команду java пробел тире и версии он нажмем enter у вас должно отобразиться вот такое сообщение может быть версия отличается у меня 2102 у вас какая-то другое другая версия но ошибок быть не должно если тут ошибки значит у вас java установлена некорректно посмотрите как там прописывать прописывать ну устанавливать java прописывать вот эти переменные и так далее не обязательно но можно еще проверить это эхо вводим команду пробел теперь знак процентов java underscore home вот эту команду вы должны ввести все точно так буквочка в буквочку в знаке процентов до java home запускаем запускаем и видим да тут у меня результат gdk 2102 и хранится java в оси программ файл с java отлично все у нас это есть теперь что делаем далее после того как мы убедились что java у нас установлена корректно мы должны ввести следующую команду mvnw пробел пэкэдж и жмем энтер и с небольшой задержкой сейчас будут отображаться всякие сообщения вот пошло время это занимает по разному ну так до 30 секунд ориентируйтесь дольше по идее быть не должно тем более но наша вот это вот простенькое приложение так 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 Ну, наверное, даже больше сейчас времени у меня заняло. После того, как вот эти вот написали все сообщения, нам надо найти вот такую вот строчку. Вот Target Spring 001 Snapshot Jar Original. И надо его скопировать. Копировать из командной строки используем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-C. Ну, как Ctrl-C, только еще Shift добавляем. И также, смотрите, вот у нас, если мы перейдем сюда же, Target, и вот это вот файл SpringApp001 Snapshot Jar. То есть мы будем запускать вот этот файл из командной строки. Причем он, смотрите, занимает 25 МБ, получается, практически. Возвращаемся в командную строку. Пишем следующую команду. Java, пробел, jar и Ctrl-V. Вставляем то, что мы скопировали. То есть это, вот мы находимся вот в этой папочке, да, SpringHPP. Далее мы переходим в папку Target и запускаем вот это вот приложение. Так, я не понял, откуда у меня взялось слово Original. Давайте его вот так вот удалим. То есть, смотрите, мы как бы находились вот в этой папке. Потом по нашей команде переходим в эту папку и за него запускаем вот этот вот файл. Вот, и все, жмем Enter. Тут опять же придется подождать несколько секунд. И вот видим, да, запускается наш Spring. И мы сейчас будем, у нас будет возможность пользоваться нашим приложением. Давайте пока откроем браузер. Давайте я вот так расположу окна. Вбиваем команду Localhost. Пока, конечно, отобразится ошибка. А, нет, уже вот успело приложение, полностью загрузилось. И смотрите, вот у нас сгенерированный пароль. Помните, имя у нас по умолчанию User. Вставляем пароль. И все, мы можем пользоваться нашим приложением. Вот такая вот простая инструкция. Просто надо запомнить вот эти вот, ну, практически две команды. Наверное, эти команды я отдельно напишу в описании к этому видео, чтобы вам было легче ориентироваться. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok